Строительство многоэтажки здесь давно остановлено. Решение суда о том, что разрешение на работу выдано незаконно, вступило в силу в позапрошлом году. Но история началась еще в 19-м с пожара. Здесь сгорел частный дом. Собственники продали землю. Соседние участки были в аренде у строительной компании. Осенью 21-го фирма получила разрешение на строительство тут 12-этажного дома. Жители окрестных домов и частных, и многоквартирных выступили против высотки. Павловский овраг называли зелеными легкими района. Ссылались также на отсутствие подъездных путей, места для парковок, социальной инфраструктуры. По этому оврагу, если пройтись, ты попадаешь практически в парк. И застраивать его высотками, понимаете, плюс к этому добавляются проблемы с детскими садами, со школами. 12 человек в качестве истцов обратились в суд, чтобы оспорить законность выдачи мэрии и разрешения на строительство. Ведь с 2020 года здесь зона малоэтажной застройки. Дома не могут быть выше четырех этажей. Застройщик в суде настаивал, когда получал градостроительный план участка, высотки тут были разрешены. Уже потом, по инициативе жителей, мэрия поменяла назначение на малоэтажную застройку. Однако на спорный участок новые правила не должны распространяться. Районный суд тогда нашел нарушение в действиях мэрии и потребовал заново рассмотреть вопрос о выдаче разрешения на работы. Его поддержал областной, а потом и кассационный суды. Застройщик дошел до Верховного. И вот, все прежние решения отменены. Я просто возмущена этим решением. Мы ожидали, конечно, решения в нашу пользу. Потому что все суды на местном уровне решения приняли в пользу жителей. Они вошли в наше положение. Они видели, что люди против. Верховный суд посчитал, что не было исследовано, как именно выдача разрешения на строительство нарушает права граждан на благоприятные условия жизни и благоприятную окружающую среду. Он направил материалы дела на новое рассмотрение во Фрунзенский районный суд Иваново. Татьяна Прокопенко, Денис Жельзов, телекомпания «Барс». Денис Жельзов, телекомпания «Барс». Продолжение следует...